парни давно у нас не было бурановских моторов которые просто в тотал сейчас покажу как это выглядит вот поэтому можно понять что тут что-то произошло такое интересно да вот такой у нас поршень то есть игольчатые подшипники целые ой развалились не игольчатые подшипники что обычно бывает кстати читай не так думал разные подшипники нет подшипники одинаково смотрите поршень поршень просто юбку обломила вообще сильно и обломила гильзы цилиндра то есть это у нас правый цилиндр на впускном окне вот так вот заломила гильзу то есть выломила до неизвестно по какой причине и выломала было мало или она сама по себе треснула да и отвалилась может быть тут со стороны впуска поэтому что-то прилетело в мотор такое что он его не мог проживать и гильзу закусила гильзу закусила но я вот еще картер только раскрутил получается да еще не вскрыл но у меня уже есть предположение что это развалился нижний подшипник шатуна потому что вот лежит иголка от нижнего сепаратора то есть это вот мусор в поршне вот кусок еще гильзы ну и тут кусок гильзы да получается видно где гильза где не гильза где поршень это кусочки можно сказать поршня поршня вот это кусочки уже сепаратора вот это вот сепаратор вот сепаратор а вот это именно сто процентов иголка вот нижний ну и бога сепаратора ну все ушла в небытие сейчас мы еще найдем как и я как бы перед каждым ремонтом да когда разбираю моторы переворачиваю моторы именно вот здесь на столе с него видите сколько масла вытеку то есть это фиг да нифига обычного здесь такая вот уже натикает кто льет достаточно много масла как бы тут что-то очень мало вот вот еще нашел иголочку вот еще одна иголочка одна у нас упала еще вот одна вылетела и вскрываем оба на об она что мы тут видим то есть он заклинил до получаться мы не видим все высыпалось то есть колено приказала получается что получает вот вот так вот иголки нету к этому на увидите валяются перескакивает то есть сепаратор нижний сепаратор развалился сепаратор развалился и скорее всего ну и этот вот допустим вот этот шатун он сушить для даже можно не слушать сейчас я вам покажу это вот он шевелится вверх-вниз вы видите то есть этот коленвал вообще левый цилиндр на грани фантастики на грани фантастики но он выжил это все нам говорит о том что у этого вала было очень много смазки ой было очень мало смазки наоборот хотя вот допустим крайние подшипники ну еще даже этот самый и среднем подшипник живой и по поршням да допустим по поршням ну мы и не вижу я чтобы он перегревался вот есть как бы на вот такого надо рано вот такое надо да но эта фигня это как бы ну когда-то его перегревали скорее всего на этапе обкатки еще вот и получается немножко прихватила чуть-чуть и поцарапала вот и этот поршень точно такой в хорошем состоянии а возможно это так это у нас сторона парни вот эта сторона впуска да нет так здесь вот эта сторона впуск нет выхлопа эта сторона выхлопа да скорее всего это просто уже этот сама как вы висите этой крошки прилетела и так нацарапала об гильзу но прихватов не видно в этих цилиндрах они все изодраны конечно да но прихватов именно не было это плохое качество масла то есть этим шатуна не доставалось смаза не хватало не смазки для качественной работы так а просверлен этот картер у нас опять же вот сколько можно показывать он не больно старый снегоход вот видите куда он просверлен и здесь как я уже много раз показывал да если мы провернем провернем вот так подшипник кольцо есть кольца нету я его не убирал не выкидывал до перевоз снял здесь колечко не сосала но можно найти сто процентов если покрутить внимательно посмотреть где стоял где было отверстие и в этом месте резинка вода такая она подрана то есть ее пыталась высосать в это отверстие но не всосала на 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 блин тряпочку давайте тряпочку возьму кто не кто не верит вот взял ветош получается вот смотрите кто не верит сильно неверующим до люди люди объясняешь объясняешь тут их пацаны нормально понимают а некоторым надо объяснять по 10 раз почему высасывают резинки и почему эти отверстия не работают вот если мы обратим внимание на картер да на картер и возьмем дежурный подшипник дежурный подшипник мы видим что на подшипник есть канавка если присмотреться вот в этом месте вот вот эта канавка то есть она встает вот так подшипник стоит у нас вот так вот видите отверстие сделано ровно в канавку под уплотнительное кольцо которое вот отсюда исчезло но его нету и там его как бы уже проглотил мотор давно уже его с этот самый перемолол высосал картер вроде бы такого состояния у и вот как бы правая сторона печаль беда я не было биение было достаточно сильно хотя картер свежий да и мотор не больно старый и мотор не больно старый но это еще работать будет ведь она вышибала как бы получается подшипником опять же подшипник стальной колотит и он вышибает себе постель в картере постель вышибать и образовываться ямка они ямка вот это богу бугор получатся где вот видно это бугор из алюминий плющий плющит плющит но не расплющила до конца еще этот картер походит но уже такой он парни на грани фантастики динго-дринго ослик без мотора получается прихватил его немножко цилиндра с поршнем месте если на поршень посмотреть тут аж повырвало куски алюминия это верхняя сторона поршня то есть как бы цилиндр у нас идет в горизонте лежит да и это именно верхняя сторона поршня работа там вот так нижнюю сторону сторону чуть-чуть был тоже прихват как этот цилиндр выглядит вот таким образом но может быть как бы парни да тут можно навести хон по новой и запихать поршень это мы мотор это делал тоже я есть видео по установке где-то мучился устанавливал другой коленвал вот коленвал именно родной с этого мотора а сейчас в этом моторе стоит другой коленвал и он был переделывал я его по моему вот эту сторону да вот эту сторону там коленвал стоит без ручного стартера я переделал его на ручной стартер но если можно заметить вот здесь втулка она недосажена она просто туда как бы посажена маленькой все это втулка была с тем коленвалом она на том коленвалу стоит втулка от этого коленвала как-то так вот и получат составили мы вот эту поршневую это было 190 кубов по моему 190 кубов без а с росточкой картера картер я тоже растачивал поршневую все-таки прихватила прихватила я скорее всего на этапе обкатки плохо обкатали начали много нагружать сразу же нет не дав обкататься мотору и его прихватила есть у меня поршневая от тоже от динго только это как бы идет типа оригинал ну которая оставилась как в оригинале на этот двигатель это 150 кубов это поршневая или с отцовского мотора или же серёгиного мотора как то так то есть мы ее поменяли опять же на отцовском и на серёгин моторе установлено 170 кубов но там без росточки картера это поршневая была снята она идеальна то есть если вытащить поршень он все с пальцами полностью весь комплект лежала лежала и долежала сейчас она встанет на этот движитель и будет дальше прекрасно работать она уже обкатана на ей пробегу там в районе тысячи но поршень тут был с тефлоном с этой стороны тифончик остался немножко с этой полностью стерся но тифон он есть и фон то есть это все хрень все хрень если это не автомобильный двигатель на автомобильных моторах это все ходит ну допустим на ротоксах там на 800 и таки на 800 и таки тоже с тифоном поршень там ходит допустим спи поршня они тоже тифон это долго не ходит долго не держится он быстро стираться тут блин как бы станет хорошечная то есть он еще поездить и поедет будет ездить очень долго если все нормально сейчас после сборки как бы принципе обкатывать его не надо будет но там 1 там 100 километров пути чуть-чуть побережнее просто и все и желательно там 100 200 300 км проехать и поменять маслишко моторе масло было вообще просто декать то есть после ремонта но посмотрите сколько там с ранней грязи но это скорее всего еще столько мусора из-за того что горел поршень и масло как бы перегревали мотор то есть масло просто-напросто сгорело потеряла свои смазочные свойства еще пришлось вскрыть вот эту крышку на эта крышка у нас зажигания сейчас заменим здесь сальник сальник потек ручьем поэтому его заменим внедрим и все будет чётенько собираем его и уже внедряем обратно туда в рамках привезли еще один агрегат на прессовку то есть на получается посмотреть подсасывать воздух или нет заглянули эндоскопом через выхлоп получается но и через свечки и правый поршень прилипание здесь сделал к этому к цилиндру сейчас снял выхлоп и получается вот эту же картину это видно было по эндоскопу получается такой задир правого поршня но и видно что было верхнее кольцо залегло верхнее кольцо залегло левый поршень с этой стороны в хорошем состоянии но со стороны впуска мы видим что левый поршень весь задирок вправо вообще куска нет тут помило больше мотор переживал все вот только столько стружки но не стружки осколков именно поршня осталось в двигателе остальное все было выплюнуто но естественно да то есть вот грязи сколько в нем ну тут еще немножко осколочков осталось грязи грязи очень много в нем и скорее всего это грязь от поршня от остатков поршня до алюминий алюминия опять же до перевернул вот здесь мотор и здесь на столе абсолютно сухо то есть в средней камере маслишко было маленько но это как бы нормально в средней камере обычно там чуть чуть побольше чем чем здесь бывает это нормально то есть средний подшипник еще в хорошем состоянии тоже да не износило его а вот допустим правый правый уже на грани фантастики а левый об провернула на шейке провернула на шейке и получается он вот так стал здесь шататься вот и это парня очень плохо потому что здесь выработал аж каналу это придется или намеднять электро химическим способом попробовать намеднить это намерить индикатором сколько тут что к чему и почему сколько размер ушел не наверно скорее всего намедниться или же можно посадить на вот такой лактайт лактайт этот ва втулка фиксатор он убирает за то есть зазор уберет до до 0 8 миллиметра то есть в восемь десяток он может убрать зазор поэтому тут посмотрим уже когда собирать будем там видно будет видно будет что сделаем так вроде шатуны все еще ничего то есть этого походит недолго он поездил с такой это ну вот с этой перхотью от поршня подольше бы поездил износила бы нижнюю головку что на так нижняя головка что на она более-менее более-менее нормально еще так по опять же так это у нас мотор то получается 2011 год 11 до 2011 года вот опять же картер точно такой же таки вот на этом моторе и у этого мотора то же самое было то что там коленвал до развалился а тут развалился именно поршень по какой причине развалился поршень вообще непонятно но скорее всего он прилип его прихватила немножко печкоткой прилип прихватила и получается обломила скорее всего так на кольца здесь вообще вот со стороны выхлопа так сильно сильно все прилипло как-то так под цилиндром тоже все печали под цилиндром тоже все печально и еще уже высохла пока вот тут снимал видео пока разбирал снимал видео в правой головке о да вы сейчас видно это эмульсия парни это вода вот видно по цвету переливается в правом цилиндре была вода была вода в правом цилиндре но и вот здесь мы видим что вот в левом цилиндре допустим масло вот это а в правом цилиндре это все с водой видно так я не спросил конечно у хозяину топил он снегеход или не допил может это утопленник недавно был для хозяина попадала потому что когда вроде бы привез человек опрессовать посмотреть может быть заменить сальники по факту блять от мотора ничего не остается но что сделаешь это жизнь эта техника либо техника ломаться даже иномарки ломается нет не говоря уже о нашей технике да да статистически как бы парни ломаться все и те же брпи ломается и те же артикаты ломается и полярисы ломается и сталцы и все на свете вся техника ломаться это техника это железяги поэтому все ломаться и ничего нет вечно на нашей планете большая стирка пацаны открываем горячие пирожки у нас готов тинка один мотор у нас отмылся сериальненько остается чистенький красивенький не то что было вот не знаю выхлопной коллектор на еще оставлю еще на разок стойка ухлаждения все не думала только вот эти места какие говорю можно было потерять кисточкой не хочу подшипники под замену пластмаску тоже отмыло практически практически эту опасно мыть потому что они короче кривит я вот закидывал буквально она там две-три минуты полежала хотя бы на стало похоже на на то что это было завода головки идеал головки это хорошечно одна вторая сейчас это вот сказал может не сказал воздухом обдуем все будет четенько кожухлаждение вот здесь не дамился здесь не дымился ну ладно это верхняя часть поэтому мы ее просто немножко протрем растворителем все будет четко вкусной коллектор тоже было из грязи не видно замечательно никак ничего не трогала час она постоит полчаса поработать и все и все идеальненько а до этого я мой картер коленвал естественно не мыл и основанием остается с того мотора у нас отмыть картер вариатор запихают целым потому что там говна грязи у него очень много вручную помидется помыть электрозапуск ну и остальное там что есть колобашки в этой все остальное от моем вручную сейчас будем заниматься ирбис тунгус тунгус то ли 400 то ли то ли 600